Приветствую, коллега. Привет, дорогой Денис. Рад тебя видеть. Кстати говоря, мы тебе документ о том, что ты подготовленный специалист, уже на почту отправили, через 2-3 дня сообщат тебе, и ты пойдешь заберешь свой сертификат. Давай, о чем мы хотели поговорить сегодня? Хотели поговорить о внутреннем диалоге, о наших мыслях, с точки зрения антропологии, истории человека, так скажем. Просто несколько лет назад прочитал книгу, и вот на эту тему хотел порассуждать. Давай, давай. Ты врач, доктор, ты занимаешься реабилитацией, там, больных, физической и лечебной физкультуры, реабилитации, да? Да. И при этом от тебя именно будет интересно услышать о внутреннем диалоге. Потому что на самом деле, вот у нас есть ключевое дыхание, 1 минута. Это осознанное дыхание, которое переводит из хаотичного состояния стресса в состояние безмятежности, безвремени, где пропадает внутренний диалог, вот эта вот бетонная вмешалка. И там человек постигает себя и вечность за 1 минуту. И она, оказывается, целебная. Поэтому как раз от тебя услышите то, что ты хочешь сказать. Давай, слушай внимательно. Внутренний диалог – это, в принципе, хорошо с точки зрения человека как вида. То есть это наше такое приспособительное свойство. Вторая семейная система называется по-научному. И у нас уже 8 миллиардов человек только благодаря этому свойству, да, этому внутреннему диалогу, то, что мы можем принимать, накапливать, передавать информацию через речь, через, соответственно, письмо и так далее. То есть, извини, я хочу уточнить для людей, которые новички, допустим, не понимают, о чем мы говорим. Я хочу уточнить, вот эти миллиарды людей, поскольку человек биосоциальное существо, ты имеешь в виду, что когда он как бы сам с собой разговаривает внутри себя, как бы вот у него крутятся мысли какие-то, он моделирует разговор с собеседниками какими-то. Вот как бы вот это диалог внутренний вот этот. Потому что человек не может быть один, он социальное существо, и он как бы невольно разговаривает с кем-то там, и там он моделирует эти отношения, и это иногда полезно, а иногда и вредно. Потому что в этот момент он занят этим, и если переживания сильные, он никак не может выйти из этого состояния, чтобы обрести разум, безмятежность. Вот эту вечность, о которой я сначала сказал, и подумать обо всём с точки зрения бесконечности. Подумать о конечном время мышления вечном, чтобы понять, о чём он думает. Иначе он там находится внутри эмоций, в этой западне, и не может оттуда вырваться и разобраться, не может быть свидетелем отрешённым эмоционально от ситуации, потому что он там участник, но не свидетель, он не видит со стороны ситуацию. Я правильно говорю, нет? Совершенно верно, Хатсин, совершенно верно. Я просто хотел рассказать о том, что некоторое время назад прочитал книгу Бориса Фёдоровича Поршнева, это наш историк, известный очень, и антрополог в последние годы своей жизни работал над книгой о начале человеческой истории. И там через всю книгу идёт красной линией вот эта мысль, что речь, вторая сигнальная система, это такой водораздел. И пока нет речи, это ещё животные, это обезьяны. А тут появляется речь, даже примитивная, это уже человек, это уже Homo sapiens, ну или какой-то вот такой, может быть, неандерталец там был, разговорчивый, непонятно. Но факт тот, что в то время, это же было коммунистически, это 70-е, конец 60-х, у нас идеология была такая, что труд сделал из обезьяны человека. Но он в книге развенчивает, что ли, так скажем. И никакой не труд, что обезьян там были орудия труда. А вот именно речь, становление речи создало человека как такового. И не пропустили. В самый последний момент книга уже была набрана, шрифты были набраны, тогда вот эти мелкие свинцовые буковки, уже всё было набрано, но комиссия, там, эти цензоры, они прочитали рукописи, ну вот это всё увидели, заметили, то, что всё это расходится с линией Маркса Энгельса и дали приказ остановить. Публикацию шрифт раскидали, разобрали, и Борис Фёдорович умер в этот же год. Очень трагическая история, то есть он просто много лет труда, он работал в библиотеках, там, в архивах, в полях, работал в Узбекистане, в пещере Тешептаж, в общем, ну, огромный труд, и всё вот это вот, ну, так скажем, зарубили. Поэтому... Я бы хотел добавить, что, конечно, не труд сделал из обезьяны человека, а творческий труд, потому что тупой, механический, подневольный труд делает из человека обезьяну. Когда человек бессмысленной работой занимается, а об этом и Маркс писал, что вообще-то у меня одна философа, которая заведовала кафедрой марксизма и ленинизма там в своё время, когда она вышла вот на это состояние нулевое, на состояние глубинного душевного покоя, на состояние безмятежности, она тогда мне сказала, так вот о чём говорил Маркс, что все революции происходят для того, чтобы освободить человеку время. Потому что он всё время задействован, всё время занят, всё время пашет, ну, как смартфон сейчас задействован, всё время занят. И у него нет времени подумать. А человек же Homo sapiens, человек разумный. Стало быть, получается, вот то, чем мы занимаемся, когда мы вот этот внутренний диалог снимаем, когда человек выходит на безмятежность, на безмолвие внутреннее, на состояние внутренней бесконечности, состояние глубинного душевного покоя, на состояние вечности, и он начинает понимать, чего он хочет, как этого достичь, что у него происходит самоосознание и понимание более коротких путей достижения своей мечты, своих целей, то он становится разумным. Да, совершенно верно. Мы... Подолжаю я, да, Федор Игорь Иванович? Да. Ведь мы рождаем, не рождаемся с внутренним диалогом. Мы дети там до... Пока мы не научились говорить, пока нас взрослые не научили говорить, у нас состояние безмолвия с рождения, да, до какого-то определенного периода, пока мы не начинаем говорить, и мы можем это замечать, вот маленькие дети, когда только они начинают говорить, вот два-три года, у них они уже могут говорить, отвечать, но они иногда выпадают, как бы вот так непроизвольно, самопроизвольно они выпадают из внутреннего диалога и застывают, у них взгляд такой, какой-то куда-то в пустоту, они замолкают, вроде и то, что играл, там что-то говорил, и вдруг раз... А родители пытаются их выдернуть обратно, в реальность, они за рукав их дергают, там что-то... Они там останавливаются, в этот момент, как смартфон заряжается, да, 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 да. Я, кстати, хочу еще добавить, что в Одессе, по-моему, или в Харькове был преподаватель, который вел показательные уроки и говорил другим преподавателям на своих открытых уроках, что нельзя так детям делать. Когда ребенок так задумывается, застыл как бы, задумывается, обычно, говорит, преподаватель подходит, линейка ему полбу, Петров, вот ты где? И он оттуда. Вот так, говорит, нельзя делать. Дайте детям отдыхать, дайте... И у него все отличники были. Наверное. Совершенно верно. То есть это такой вот защитный механизм. Дайте детям, может быть, стихи ему там аккуратно расскажите, негромко что-то он запомнит сразу. Подкорпло. Ну, давайте, может, перейдем к тому, как мы можем это отключать, этот внутренний диалог. У него много разных методов. И ключевой метод, конечно, у нас в приоритете, но существуют и другие методы. Можно и голодать. То же самое, да, там, от истощения наш мозг. Загрузить, немножко так подгрузиться. Можно там какие-то психотропные препараты, но это тоже не наш метод. Мы разрушаем мозг таким образом. Там алкоголем, скотином, там, таблетками. Есть разные мантры, янтры. Все это вот задавливает наш вот этот внутренний диалог, отвлекает, как бы. Но, естественно, нужно искать методы безопасные. И вот спокойные, так скажем, абсолютно проверенные. Традиционные какие-то, может быть, но, естественно, метод ключ. Ну, он самый доступный, потому что там человек сам себе подбирает то, что ему комфортнее и проще. Там нет принципа «делай как я», там есть принцип «делай как ты». То есть там дается способ, чтобы человек мог по критерию простоты и комфортности быстро подобрать себе то действие, которое снимает стресс. А когда человек выходит из стресса, он и выходит на ноль. Нулевое состояние – это безмятежность. И в этом состоянии нет внутреннего диалога. Да, то есть, ну, бывают ловушки, ловушки такие вот сознания, когда человек вместо настоящего безмысляет, у него нет внутреннего диалога навязанного, который создался как бы со стороны, в котором он вынужден перерабатывать впечатление. А у него открывается свобода для создания своего внутреннего диалога, то есть для конструирования мечты, для моделирования, как достичь этой мечты и своих результатов. То есть он освобождает место мозга для того, чтобы подумать и создать себе вот путь достижения своих целей. Некоторые, понимаете, некоторые люди, они вот включают такую как мысленную конструкцию, что я не думаю, я не думаю, у меня безмыслие, у меня безмыслие. То есть они внутри... Это не то, это не то, это не то. То есть декорация... Это безмятежность. Безмятежность – это пустота, это такое состояние, как между сном и бодрствованием. Иногда человек проснется, он о чем-то думает, но мысли не сопровождаются эмоциями, у него все внутри спокойно. Он проснулся, думает о чем-то, а потом вдруг вспомнил, что у него экзамен и включился. Вот он из нуля выскочил. А вот когда он безмятежно думал, там у него и мысли хорошие рождались, свободные от страха, комплексов, шаблонов, авторитетов. Вот для чего нужно освобождаться от внутреннего диалога. Имеется в виду, внутренний диалог – вещь хорошая, но зависит от того, что является причиной внутреннего диалога, и кто его хозяин в этом смысле. Если это причина внутреннего диалога является стресс, потому что во внутреннем диалоге вот эта повторяемость, вот эта повторяемость этого действия, она как бы исчерпывает напряжение. И когда на самом деле и мантры на этом построены, и молитва на этом построена, потому что повторяемое действие снимает лишнее напряжение, человек выходит на безмятежность, контакт с вечностью. И тогда он понимает цену любого конкретного действия. Потому что он понимает, что мир, он суетен, и он понимает, как философ. То есть речь идёт не о том, чтобы вообще лишить человека внутреннего диалога, а научить человека подбирать действия синхронные текущему состоянию в моменте, чтобы он освобождался от навязанного внутреннего диалога, который возник у него за счёт перенапряжения, навязанного своим же организмом за счёт перенапряжения, за счёт стресса. И мог свой создавать внутренний диалог, свои размышления, то есть мечтать. Это что же внутренний диалог? Всё верно. Если мы внутренний диалог, мы его лишимся, мы, соответственно, и потеряем себя как человека. То есть мы не сможем... Да, а вот человек отличается от животных, и мы отличаемся от собачки, хоть она милая очень у тебя, собачка, тем, что мы человек способен к идеалам. Собаки к идеалам не способны. Они вот как раз таки биосущества, которые работают по программе инстинктов, выработанные там тысячелетиями. И они очень так умело работают на них. А человек может выходить из этой матрицы инстинктов на безмятежность, от суеты к вечности. Выходить и там понять, чего он хочет. То есть открыть свой разум. И быстрее добиваться своей мечты. Я сегодня сам понял, благодаря тебе, что вот это, когда пишут везде в статьях о освобождении от внутреннего диалога, не договаривают вот эту главную часть. Что внутренний диалог – это неплохо. Всё зависит от того, от перенапряжения внутреннего возникает, от стресса. Или потому, как человек может им руководить и выходить из стресса, из хаоса мысли, в порядок мысли, в гармонию, в безмятежность. И там сам мечтать о том, чего он хочет. И там диалог внутренний, и там диалог. Вот теперь, сегодня, благодаря тебе я понял. Да, вот если у Пушкина, я опять вернусь к нашей прошлой беседе, у него есть тоже четверостишье. Блажен, кто крепко слово правит и держит мысль на привязи свою, то в сердце усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею. То есть он имел в виду, что как было бы хорошо, если бы мы контролировали вот этот внутренний диалог, уверенно, четко все планировали. Но это невозможно, это стихия, потому что у нас миллиарды нейронов, миллионы связей, и это как океан, как стихия. Это бушует, может нас нахлынуть, волной и так накрыть, что долго. То есть мы можем только на какое-то время зайти в гавань какую-то спокойную, гавань безмолвия нашу, вырулить, поправить паруса, заклеить свою крышу протекшую и так далее. То есть мы можем выходить с помощью наших методик, себя восстановить, и дальше снова мы вынуждены отправляться в этот океан, снова плыть среди нашего внутреннего диалога, работать, контактироваться с коллегами, с друзьями. Я теперь могу тоже сформулировать, что на самом деле выход на это нулевое состояние безмятежности, бесконечности, безвремени, где открывается разум вот этот вот эмоциональной дистанцированности для размышлений. Мне кажется, что вот я сейчас тоже за это допонял, что вот, например, вот картина у меня, да, вот я не знаю, там видно или нет, я понял, я понял, в чём ошибка, в чём я должен её доработать, потому что я её рисовал, и здесь нету в этой картине бесконечности. То есть я должен так сделать, чтобы это конечное было в бесконечном. Видимо, вот эти монахи, когда иконы рисовали, они там голоданием, диетами, молитвой, там, ну, постом всяким готовили себя, очищали себя для того, чтобы, видимо, вот это, соединить дух и материю в едином действии. Так это у нас и есть подбор действий синхронных к текущему состоянию. Например, если я раздражён, подобрать действия, которые соответствуют этому состоянию, ну, и так далее, то, что мы на роликах показываем в нашей школе человек, больше, хомофутург, тогда, когда снимается стресс. Так вот это может быть и есть. Я картину дорисую, в следующий раз покажем, когда там появится вечность. Потому что на любое действие, любую задачу человек лучше решает, когда он смотрит со стороны. А что значит со стороны? С точки зрения вечности. Да, красиво, Василий Васильевич, сказали. Ну, я ещё хотел, как врач, сказать о объективных критериях, которые мы можем проверить, там ли мы, правильно ли мы зашли, не зашли. То есть, как это с точки зрения физиологии может выглядеть? Ну, во-первых, это зрение у нас, зрительный анализатор, у нас взгляд, расфокусировка. Если мы вошли, действительно, отключили внутренний диалог, то это заметно со стороны, что, как у детей мы говорили. Взгляд шире, взгляд шире, рассеянный взгляд, мы сидим, как бы, на самотёк, свободный, объём зрения увеличивается, когда мы в чём-то, в задаче сидим, у нас внимание суживается. Мы, ну, как говорится, в туннельном зрении находимся, когда мы концентрируемся. Ну, когда сильно концентрируемся, размышляем над чем-то, сильно сосредотачиваемся, тогда происходит пробой, и потом мы там выходим в поток. Вот там мы начинаем видеть бесконечность. И лучше понимать, чем мы занимаемся. Да, это пульс ещё тоже. Пульс мы можем, пульс замедляется, то есть, прадикардия у нас, он наполняется, пульс урежается, так скажем. Дыхание у нас, частота дыхательных движений снижается, и глубина дыхания увеличивается, потому что оптимально начинает работать дыхательная мускулатура, больше кислорода, соответственно, поступает у нас кровь, вот эти вот прищепки, которые там в больнице-то вешают на пальцы, там, оксигенацию меряют, это вот как раз эта оксигенация повышается, и люди могут даже замечать клинические симптомы, вот у них была, допустим, микро-ишемия, миокарда, допустим, она не резкая, не то, что там прям полющая, там давящая боль какая-то резкая, как при стенокардии, а именно такая, ну, просто дискомфорт какой-то за грудиной, какое-то давление небольшое, и люди, когда вот действительно выходят, снимают внутренний диалог, и выходят на нейтральное состояние, у них вот эта микро-ишемия за счет оптимизации работы нашей дыхательной системы, сердечно-сосудистой, говорят, у меня камень упал с сердца, камень с души, мне как-то все упало, у меня голова прояснилась, тоже пошел кислород в мозг, у меня мысли какие-то светлые, головная боль какая-то хроническая прошла, то есть вот это тоже снятие таких патологических, микро-ишемических проявлений, это тоже критерий объективный, что мы сняли. Да, и капиллярный кровоток, когда налаживается, когда кислород в клетки мозга попадает, но ощущение облегчения, как гора с плеч, конечно, да. То есть это показатель такой, что мы в правильном русле добились того, чего хотели. То есть если бы вот наш герой, о котором мы говорили, о поршне Борисе Федоровиче, который историк, если бы он понял, что, так сказать, все приходящее, он бы справился как-то с этим, что работа все равно не пропала, рукописи не горят, и там в 80-е годы во время перестройки книгу напечатали, в нулевые перепечатали, и мы сейчас о ней говорим, и труд никуда не пропал, то есть он работал, он не зря, но он умер, там, в 60-е годы. Ну, мы поэтому и создали школу человек будущего, homo-futuro, чтобы все научились подбирать себе действия с синхронной текущему состоянию, чтобы снимать стресс, жили долго, потому, потому что выдающиеся люди, их тоже очень жалко, особенно жалко, потому что они полезны для людей, а вот он книгу написал, во времени не вложился в срок, вот он ушел, а теперь только понимаем, как это важно, то, что он сделал, а он не может с нами разделить радость, и он мало того, что разделить радость, он же мог теперь еще дальше что-то сделать, а не смог, поэтому мы с тобой работаем, чтобы больше людей, так сказать, научились управлять своим состоянием, потому что если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять стихи, им начинают управлять другие и так далее, и так далее. Я очень рад, что ты у нас специалист, теперь пускай об этом знают все, и пускай знают глубину мышления твоего, потому что не зря мы такое сегодня затеяли. Очень важный вопрос ты поднял сегодня насчет внутреннего диалога. Спасибо вам. И мы сегодня сказали то, чего раньше никогда никто не говорил. Это только я благодаря тебе сейчас сообразил, что на самом деле внутренний диалог когда рождается внутри человека за счет высокого напряжения это спасительная реакция, которая крутится и крутится, крутится и крутится, потому что повторяемое действие снимает напряжение. И человек старается снять этот внутренний диалог. А на самом деле он хочет снять для того, чтобы свой внутренний диалог создал. Своё мечтание, своё размышление на ту тему, которую он сам хочет. Кстати говоря, в йоге есть такая фраза, в древней йоге мы учим человека сначала не думать, чтобы потом он мог думать о том, о чём он хочет думать, а не только о том, о чём думает. Да, конечно. Это всякая история человечества. Мы просто многого не знаем, не используем. Только сейчас мы не знаем к этому приходить, хотя уже там мыслители какие-то уже тысячу раз передумали об этом. Так, кстати говоря, даже в Библии, даже в Евангелии десятки раз сказано про вот это состояние безвремения. Ну, разными словами. И если люди внимательнее будут смотреть, а те, которые в нашей школе, они теперь будут внимательнее смотреть и там находить подтверждение нашим словам. И вот я совершенно недавно, буквально несколько дней назад смотрел по Айпаду выступление. Там есть одно видео, где говорится об осознанном дыхании. И что, оказывается, осознанное дыхание даёт человеку самопонимание. Я сразу вспомнил наше ключевое дыхание, одноминутное, которое снимает стресс и выводит человека из стресса на состояние нуля, в котором он и засыпает, если не доспал, и настраивается на что ему хочется настроиться и так далее. Я просто хотел подтвердить, что на самом деле то, о чём мы говорим, говорят многие-многие. Только в данном случае получилось, что мы чуть-чуть идём впереди и чуть-чуть даём методики более доступные, потому что мы объясняем механизмы. Самый главный механизм это подберить действие текущее соответствующее текущему состоянию, чтобы соединились дух и материя и снялось лишнее напряжение, которое всегда бывает, когда есть внутренний конфликт между психическими и физиологическими процессами, а здесь происходит их согласование, то есть возникает целостность. Спасибо тебе большое Денис. Давай, коллега, обнимаю, успехов тебе и до следующего раза приготовь вот тоже такую же интересную тему, потому что эта тема очень интересна для всех. И пусть все там напишут комменты, и мы поставим и в Ютубе, и в Телеграме, потому что там могут быть разные люди, и они обмениваются опытом, и поставим и ВКонтакте, и поставим там в Фейсбуке, везде поставим это, пусть все смотрят, и пусть все пишут комменты и пишут вопросы. Ты, пожалуйста, посмотри эти комменты и поотвечай на вопросы. Хорошо? Хорошо. Всего доброго. Спасибо, Денис. До встречи. До встречи. До встречи.